Наш следующий докладчик И мы далёк Ты же с первого курса? Да, с первого курса, там Go и Meet Класс, это прошло И у нас будет сейчас снова про картинки Как и первые три доклада А, первые два доклада Первый был про пабличные данные И тут будет вообще жаркая тема Про генерацию аниме девочек Здесь будет весело Встречайте Многие уже ушли, но Уже как бы много времени прошло сначала Так что ничего страшного Но начнём про генерацию аниме девочек Меня зовут Дмитрий Наталёв, как уже сказали И мне очень интересно заниматься Именно генеративными моделями Потому что, ну, мне кажется, самое веселое, что есть Deep Learning Почему же это полезно и нужно? Потому что, ну, вначале надо оправдать Оправдать эту цель Хотя, ну, возможно, не надо её оправдывать Смотреть некоторые моменты Всё и так понятно Но всё же я скажу, зачем это нужно Так или иначе, мы в реальной жизни Очень часто используем какие-то маскоты В компаниях и прочем И очень важно понять Как можно более эффективно генерировать их Потому что, ну, тогда можно будет оптимизировать Процесс создания маскотов И это будет очень выгодно Так Почему же алгоритмы генерируют хорошо Другие не очень То есть, одни хорошо, другие не очень И это вопрос вообще всей презентации Почему это именно так, а не иначе И на этот вопрос мы будем отвечать по ходу презентации Да Датасет Я взял датасет, который мне дал Илья Он вроде его нашел на сайте Каком-то Aero Games И вот, да И вот, это просто кучу Лиц анима девочек Вот таких вот И я их использую для генерации Так, что такое GAN? Для начала надо рассказать Что такое генеративные модели Генеративные модели Это модели, которые преобразуют Одно распределение в другое То есть, у нас есть некая белый шум Который мы подаем на вход И этот белый шум мы переходим Вводим в распределение Которое очень похоже на то, которое является В датасете, которое находится в датасете Да Вот, схема работы GAN То есть, ну, про это уже было много сказано Но все же я еще расскажу Кто-то не знает Что делает GAN? У нас есть некий, вот Белый шум из PZ распределения Он проходит в генератор И есть в ней датасет Мы все это кладем в дискриминатор Который оценивает это все И в итоге мы получаем Количество верных ответов Да То есть, дискриминатор таким образом обучается И генератор То есть, генератор он что? Он обучается обманывать дискриминатора А дискриминатор обучается обманывать Ой, точнее, предсказывать Предсказывать, предсказывать Не изгенерированные изображения Либо это из датасета Таким образом, поэтому он называется General Adversal Network как генеративные состязательные сети, потому что у нас идет состязание между дискриминатором и генератором. И так как это состязание очень похоже на игру, то формула ошибки, вот эта вот, она взята именно из теории игр, которая для того, чтобы наиболее оптимально обучить и дискриминатор, и генератор вместе. Да, вот DX это то, что дал дискриминатор, то есть ошибка. То есть ошибка на датасете. Вот это то, что генерал генератор, и это считается ошибкой на сгенерированных изображениях. И вот пример, как это работает на Amnesty. Вот так он генерирует. Но это не сверточный алгоритм, это такой самый простецкий, вот так он делает. Так. Потом я взял Western Gun. Это вот... Western Gun. Western Gun. Western Gun, да-да-да. Я оговорился. Я оговорился Western Gun. Что это такое? Это реализация генератора, которая структурно очень похожа на то, что вот тут было. То есть схема примерно такая же. Но те, кто создали Western Gun, они сказали, что неправильно считаем мы все. Надо считать расстояние между двумя распределениями при помощи расстояния Westerstein. Слушай, ну Westerstein, да-да-да, наверное, так будет правильно. И они сказали, что раз у нас вот такое вот расстояние... Ну, я могу рассказать про физический смысл этого формулы. Это расстояние говорит то, насколько было бы удобно из этого распределения перейти в другое. То есть, насколько бы мы потратили силу, так сказать. Да. Вот в этом смысл вот этой формулы. Прямо из теории вероятности. Да-да-да. Вот недавно это было. Это, кстати, наш русский. Почел. Спасибо. Думаешься? Да-да-да. Из России. Сейчас он где-то в Калифорнии живет. А я у тебя его не знаю. Современный абсолютно, да? Ну да, он до сих пор в воде жив. Опа. Да. Вот он создал вот такое вот расстояние в теории вероятности, да. И на основе этой теории вероятности решили вот так искать ошибку. То есть, это расстояние между двумя распределениями. Да. И я взял вот такую вот реализацию. Здесь в Convolution у нас просто идет Convolution сам, BatchNorm и Relu. На функции активации вот этот я не подписал. Но вот это вот, это у нас генератор, а вот это дискриминатор. Да. Вот. На вход подается вот белый шум, вот такой вот размерности 4х4 на 512. И вот так тут он расширяется до итогового изображения 128. Блин, 123, это опечатка. Здесь 128 должно быть. А на 128 на 128 вот здесь выходит. И дискриминатор мы уже вкладем картинку 128 на 128 на 3. И Convolution первый дает вот такой вот. То есть, он сужает наоборот. И он сужает до тех пор, пока мы не кладем в полносвездный слой, в котором он уже классифицирует это все. Так, пойдем дальше. Примеры генерации. Тут немного свертка. Не совсем хорошо сделано. Но вот так тут генерирует West End Dance. То есть, можете заметить, некоторые образы, образность есть. Но нету четких линий, нету... То есть, образно все очень похоже. Если даже смотреть с деликатом, наверное, будет прям очень похоже. Но если присмотреться, хорошо... Да, это как будто стиль аниме, только такой небрежный. Да. И вот... Очень дешевые. Да, очень дешевые. И вот у меня появилась теория о том, что может вот этот небрежность, вот этот... Можно как-то изменить и улучшить. И для этого я решил воспользоваться моделью... Так, а нет, нет, еще. Еще, еще, еще. Вот есть гифка про то, как это генерируется по эпохам. Вот так происходит генерация. Можно посмотреть. Это разные эпохи как-то? Да-да-да, разные эпохи. С первым кадром. С чего он начинает? Так, а... Вот. Вот-вот-вот-вот. То есть он сначала просто какие-то участки окрашивает, а потом как-то придает им форму. Но в итоге он все пятнами делает. Если посмотреть. Так, ну я думаю... И вот я подумал, а как можно вот сделать так, чтобы вот эти пятна, они были как-то в более, ну, форме, в которой нужно нам, чтобы они не были размытыми, чтобы не только образ передался, а самые грани. И я решил использовать модель Pix2Pix для этого. Что делать Pix2Pix? Мы даем на вход в генератор опять белый шум некий, и он генерирует... Нет, скетч, скетч, скетч. Скетч, скетч. Мы даем скетч на вход в генератор, и он генерирует вот такую картинку. Как это происходит? У нас есть вот-вот исходный образец. Вот он, сапог. Он вот-вот-вот сюда заходит. И мы сужаем размерность его, сужаем размерность сапога. Вот тут. А потом увеличиваем размерность сапога. Вот тут на примере вниз очень понятно, что вообще происходит. То есть мы берем двойку, вот в такое представление ее сужаем, а потом разворачиваем вот в такую вот двойку. Да. Таким образом мы можем из вот такой картиночки, скетча можем перейти в то, что сгенерирует. То есть все равно в раскрашенный вариант, более реалистичный. И мы на входе скриминатора даем и... и топовый, то, что получается, вот итоговый, и скетч. И он должен определить либо это фейк, либо мы даем из датасета, и из датасета сгенерированный скетч. Да. Вот. И он должен определить, реал или нет. Так. Попросик можно? Сейчас. Да. То есть вот обучающая выборка для дискриминатора, она... это... ну, там, сто пятьсот по изображению. Ну, я взял 24 тысячи для анимодевочек. То есть я просто... Ну, я дальше поговорю, когда я скажу, как я подготовил досы. Ну, я просто метал там в OpenCV это сделал. И в итоге у меня получился просто огромный датасет анимодевочек. И поэтому получаются не так уж и плохо все. То есть вот эти вот границы, которые у X называются на входе, это не просто кем-то нарисовывается на скетч, а потом ботинок сделали на скетч. Это мы взяли ботинок, и каким-то образом превратили его в скетч. Да. Ну, я дальше об этом буду... Ну, вообще, если скачать вот именно вот этот датасет с сапогами, я скачивал несколько датасетов с кошками и с прочими, чтобы посмотреть, как там вообще все выглядит. И там, типа, они вот как раз их по 30 тысяч. То есть я думаю, они бы не смогли заставить кого-то рисовать 30 тысяч скетчей. Поэтому вот, да. Кажется, очевидно, что они бы это сделали именно с помощью какого-то метода. И этот метод довольно-таки легко я нашел. Но сейчас вот поговорим о том, что вообще делает. Как это вообще выглядит. Вот у нас есть некий скетч, и мы переводим его в кошку. Тут очень крипово, но вот есть более хороший вариант. Вот так это должно в деле работать. Но это, возможно, же из датасета. А это вот человек сам нарисовал. Но видно, что скетч похоже на то, что можно нарисовать самому от руки. Так. И вот подготовка датасета. Сначала я воспользовался не совсем хорошим методом для этого, но тем не менее он работал. То есть вот я взял именно не тот метод, который они использовали в обучении своего датасета. Я взял метод, который из рисунка переводит... Ой, ну, картинка переводит в рисунок. То есть вот есть такие вот всякие алгоритмы, которые это делают. И вот я решил попробовать вот так тут это сделать. Вот так это получилось на обучающей выборке. Так, секунду, секунду, секунду. Это еще рано. Вот тут у нас исходное изображение. Вот то, что он как бы сделал, а вот оригинал. И вот так вот я... Это момент обучения было. Я все смотрел, как это все происходит. И я решил попробовать все-таки нарисовать в поенте самому картиночки. А получается здесь цвета? Да, да, да. Ну, как, но зато в целом... Да, ну, довольно-таки красиво получилось, честно, на самом деле, мне кажется. Даже без особых косяков. Ну, вот есть небольшой косяк вот тут на руке. Ну, просто в датасете мало рук. И он как бы руки раскрашивает странно. Ну, да. Вот еще он даже с руками. Ну, вот. И вот я решил пробовать саму нарисовать. Не очень хорошо рисую. Ну, вот это получилось довольно-таки слабо. Вот это тоже не очень. Здесь он даже вылез немного. Но вот это получилось не так уж и плохо. Но в целом как-то не очень. Не очень получилось. И я решил поменять метод. И я поменял исходный датасет. И я взял уже тот метод, который они использовали. И... То есть здесь уже более похоже на скетч. Потому что вот там. Тут линии довольно-таки толстые. Нарисовать их похоже, но очень трудно. То есть, по идее, если я бы нарисовал очень похоже на вот эту вот. То, возможно, получилось бы более красиво, чем тут. Но это довольно-таки трудно сделать на самом деле. И, возможно, вот эту нейросеть можно использовать для раскраски манги. Потому что, ну... В манге очень похожие картинки. Да. Вот. Сейчас. Чем манга от аниме? Манга это вот черно-белые комиксы, по которым они анимируют аниме. Так. Да. Ну, типа, такие черно-белые комиксы можно так раскрашивать. Типа, без проблем. И прикольно будет. То есть, можно даже по поводу цветов не мучиться, что нейросеть на генериров, а то и использует. И, типа, нормально. Так, вот. Меняем исходный датасет. То есть здесь уже более похоже на то, что можно нарисовать в паэнде. То есть, ну, вот такое реально в паэнде нарисовать нетрудно. Единственное, не но специфичные глаза получились. Ну, можно как бы все равно сделать так, чтобы даже с плодостыми глазами все хорошо получилось. И что на этот раз получилось у нас? Вот. Сейчас мы увидим. Вот. Вот так вот. Мне кажется, уже получше. Получше. Вот. Тут уже есть рот, глаза, то есть и волосы. И все хорошо в целом. И одежду даже как-то разукрасил. То есть, ну, кто-то минимум поэкспериментировал с глазами, и получился вот-вот. Четырехглаза, а не его девочка. Так, вот. Вот тут я попробовал одноглазый сделать. Ну, в принципе, хорошо почту. И вот пытался нарисовать вообще какую-то фигню. И он даже из фигни нарисовал что-то вменяемое. Конечно, вот улыбку он не совсем распознал и сделал вот такой маленький ротик. Да, он не совсем понял, что такое улыбка. Да. И пород. Вот. Да. Ну, он, в принципе, вот тут он как-то волосы пытался сделать. А все, вот он решил, что там волосы. А тут, типа, конец лица. А это просто какая-то фигня. Породик. Да, вот. Вот так. Но в целом получилось, что это может сделать неплохо. И это может даже использовать где-то. Да. Потом я подумал, подумал, подумал. А что вот как бы сделать так, чтобы он вот эти вот признаки, вот эти вот линии мог сам находить из датасета без моего участия. Я бы не рисовал, а он бы сам находил их и сам пытался как-то сгенерировать их. То есть форма бы была, но он бы это делал сам, не без моих скетчей. И на помощь ей пришла такая сеть, как BigGun. Что делает BigGun? Она получает на вход Z и картиночку. Она сплитит ее, то есть разрезает на несколько. Это именно структура генератора. Дискриминатор ничем не отличается особо. Это именно структура генератора. Он сплитит. И вот у нас получается некий вектор скрытый, который мы на каждый RAS-блок подаем отдельно. RAS-блок выглядит вот так. То есть это BatchNorm, RLU, Convolution, BatchNorm, RLU. Да. Вот. Что-то непонятно. А сплитит, он разрезает итоговую выборку на какие-то вот... То есть мы создаем некий скрытый вектор из исходной картинки и подаем ее на каждый слой генератора. Это чем-то отличается от PixToPix? Тем, что мы на каждом... То есть у нас есть несколько слоев генерации, и мы подаем именно какие-то признаки. То есть у нас не просто вот в PixToPix у нас есть какой-то скетч, и мы скетч подаем на генератор. А тут у нас есть некая картиночка, мы ее разрезаем на некоторые... Чем я не в скетч, а вектор какой-то. Вектор, в котором мы храним какую-то информацию. И эту информацию мы подаем на каждый раз в блок. Таким образом у нас получается итоговая картинка. Вот так ли это RLU. То есть мы линейно в бачнору, в бачнору просто складываем, ну в смысле умножаем, точнее умножаем. А Z это что? Это картинка или Z sample случайного распределения? Z это случайное распределение, а класс... Нет, Z это случайное распределение, да, а класс это вот картинка, которая нам нужна, да. Так, все. Вот как происходит генерация. Да, то есть уже очень реалистично. То есть скрытый вектор, который мы подаем на каждом слое, он очень хорошо помогает генерировать. То есть видно уже наиболее реалистично, они довольно-таки красивые получаются картиночки. То есть здесь их уже не было? Ну, в смысле они изделия похожи на то, что было в датасете, но их не было. Он сам их сгенерировал. То есть тут все сгенерировано. И вот процесс генерации. Я взял как раз, типа, вот здесь вот было... Я взял 1024 раз блоков, он очень долго обучался. Но 100 полчаса красиво. Вот, да. И я подумал, а как это можно еще улучшить? И могут ли быть вообще решения, чтобы это улучшить? И оказалось то, что есть люди очень умные из NVIDIA, и они придумали, как это может быть еще лучше. Но здесь сейчас надо поговорить про Style Transfer, потому что... Следующий нейросетик, который будет говорить про Style Gun. И Style Gun основывается на Style Transfer. Что делать с Style Transfer? Он берет... Ну, наверное, многие видели, есть такое приложение, как Prisma. И многие им пользовались. Он берет стиль и картинку, и делает синтез стиль и картинку. Каким образом это делается? У нас есть такие нейросети, как VGG19, например, которые учатся на куче, 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 куче картиночек классифицировать. И таким образом на сверточечных слоях у них получатся какие-то паттерны, благодаря которых они могут выделять какие-то более высокоуровневые признаки или низкоуровневые признаки. И вот мы, когда берем Style Transfer, мы просто берем эту нейросети, раскачиваем. И, типа, мы берем нижние слои, которые за самый низкий уровень абстракции отвечают в этих сетках. Мы даем им вот стиль, а высокоуровневый, который отвечает за рот, за нос и за прочее, но за общую форму, мы кладем в высокоуровневую. И таким образом обратным прогоном через REST мы получаем вот такую вот картиночку. Да. Вот так вот. И... Ой, я там не поменял, ну ладно. Текст. Хорошо. Так, и, типа, у нас есть... У нас есть такая нейросетика. Стайлган. Стайлган. Что она делает? Надо было здесь просто написать Стайлган, но... Да, это была ночь. Ладно, ладно. У нас есть некий... Вот, вот так тут работает Стайлган. И что он делает? У нас есть некоторый Z из выборки. И мы нормализуем его, пойдем в кучу fully connected слоев, как это было в... Как это в VGG, например, было. И как это используется в Стайлтрансфере. И таким образом мы находим некоторые вектора. Ну, не вектора, а некоторые пространства признаков людей. То есть, там, общие формы лица, общие формы глаз, общие формы носа, рта и прочего. И что мы делаем? Мы берем... Подаем на сначала шумники. То есть, вот мы берем константы. То есть, это шум генерируется. И на каждом слое мы добавляем шум в плюс. И добавляем Стайл в слой addIn. AddIn, это... Он там по довольно-таки интересной формуле суммирует белый шум. Ну, не суммирует там. Он перемножает и суммирует. Белый шум и... Стайл. И дальше проходит по convolution. И таким образом... Таким образом, через несколько таких слоев мы получаем итоговый результат. Который вы можете видеть вот тут. То есть, это... Я не понял. Ага, давай. Лицо с верхней стоки плюс лицо в средней стоки равно лицо в нижней стоки. Нет, они независимы. То есть, что... А что на что закладывается? Ну, у нас есть некоторое пространство признаков. Нет, нет. На фотках это просто... У нас есть итоговое изображение, которое мы нашли в пространстве. И потом мы просто добавляли белый шум. И вот разный белый шум генерировал разные вариации. А, то есть... Вот эту картинку... Да. Для нее изменяли какие-то там... Да, да. Стиль для него. Да, да, да. Но вот у нас есть общий стиль. То есть, глобальный. И мы просто на каждом слое добавляли в него шум. И таким образом мы получили разные вариации одного и того же человека. Что позволило нам генерирует абсолютно новых людей, похожих уже на исходных. Очень хорошо. И это очень круто, потому что это поможет нам хорошо генерирует аниме девочек. Потому что у нас есть... То есть, мы можем взять итоговую аниме девочку и просто добавлять шум и таким образом у нас получится аниме девочки с разными волосами, с разными формами, например. Ну, формы не сильно будут меняться на самом деле. Но, то есть, разные формы лиц, глаз, цвет глаз и прочее. И вот так тут и получается у нас. Это не очень хороший случай. Я специально сделал сначала не очень хороший. То есть, вот здесь вот лицо хорошо сгенерировало. Но именно с шумом были проблемы. Вот, вот, с шумом были проблемы. И вот тут то же самое. Потому что, ну, лицо само сгенерировалось не так же плохо. Но вот, 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 вот тут не очень хорошо. Да. И так. Ага, вот. И вот прям вообще очень плохой случай, когда он очень плохо сделал. Давайте сейчас посмотрим на хороший. Да нет, вы же не пропустите, надо подружать. Почему в правом верхнем губ глаза появились? Видимо, он как-то плохо взял пространство признаков. И поэтому при добавлении, вот, он очень криво, видимо, подобрал сами вот вещи, которые, типа, находятся на пространстве признаков. И он очень плохие признаки подавал. И это привело к тому, что в основном доминирует белый шум над картинкой. Тут есть небольшой глаз, но как бы он мало чего дает. А на той левой картинке он тоже. Ну, на этой картинке гораздо лучше, потому что здесь уже есть какое-то лицо, глаза и прочее. Но, тем не менее, опять криво дали пространство признаков, свои признаки. И белый шум заполнил вот то, что было. И получилось вот так тут. Вообще, у меня ощущение, что у нейросетей есть фетиш на глазах. Ну да. Ну, потому что, вот, типа, вот, вот, вот тут он именно на глазах очень хорошо. Потому что глаза на, вот здесь вот, они очень экзотичные. И там, видимо, когда мы вычленяем глаза при, сейчас, при, вот, 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 вот тут, когда мы вычленяем глаза, они, видимо, тоже очень интересную форму берут. И поэтому он пытается их везде вставить, именно вот такие вот особенные глаза. Да. И вот, вот хороший пример генерации, на самом деле. То есть, вот, вот тут, вот, с рукой есть некоторые проблемы. Но сгенерилось очень реалистично и, самое главное, с большим разрешением. То есть, те картинки, которые были в Ганне, они были 128 на 128, а здесь уже 480 хорошие, да. Нет, на 500 даже. Да. То есть, вот. Очень хорошо сгенерировало. Это не совсем я обучал, потому что, ну, обучать вставил Ганн, это очень сложно. И только люди с новидио могут его обучать хорошо. Это, верно? Вот это, да, это я скачивал модель Пикл. Сгул, верно. И вот так вот оно генерировалось. Да. Потому что оно обучается 6 недель на тупой видеокарте за 300к. И это довольно-таки долго. И на Майсингсо, ой, 1070 это было вообще супер трудно и долго. Через свой режим, уже через пару. Ну, типа, и ждать было бы очень долго, а надо было доклад делать, показывать, как это все работает. Вот, вот, вот так вот, да. И вот так вот хорошо генерируется. То есть, ну, есть некоторые, опять же, но это связано с тем, что пространство признаков не очень хорошо извлекло признаки. И не очень хорошо их подает. Но, тем не менее, все равно получится очень классный и крутой результат. И, на мой взгляд, это самое лучшее, что есть вот в плане генерации аниме девочек. Так, там еще, по-моему, есть. А, нет. Так, вот, вот. И вопрос, который я задал вначале. Так, почему же у нас одни модель генерируют хорошо, а другие не очень? И я сейчас дам ответ на этот вопрос. Потому что одни глупые, а другие умные. Ну, не совсем нет. Дело в том, что, вот, мы сейчас вернемся к самой первой нейросети. То есть, ну, вы могли уже заметить, в чем причина, но я все же поясню. Проблема в том, что нет четких форм. У нас есть аниме девочки. Ну, что такое аниме девочки или любой другой рисунок? Это совокупность форм и некоторые монохромные элементы. И нейросеть, она пытается сгенерировать не сами формы, а именно монохромные элементы. То есть, одноцветные. Ну, то есть, когда у нас вот, например, вот тут. Он не пытается сгенерировать волосы, он пытается сгенерировать пятна волос. То есть, у нас полчаса вот такие вот пятна волос. Он не пытается сгенерировать глаза, он пытается сгенерировать что-то похожее на глаз в стиле, то есть, пятен. Поэтому образ здесь получается хорошая, но нет четкости. Нет никакой четкости, потому что он пытается именно текстуру аппроксимировать, то есть переход именно в пространство с текстур. Но нам не нужно переходить в пространство с текстур. Нам нужно делать так, чтобы у нас монохромные элементы оставались загнаны в каких-то рамках. И вот почему вот здесь получилось более-менее хорошо? От действительно тех, что было до этого. Здесь я сам вручную загонял в рамки монохромные изображения. И таким образом он сам разукрашивал что-то. И поэтому здесь не катает четкость. Почему это было с биганом? Почему бигану хорошо это делал? Потому что у нас было некоторое пространство скрытого вектора, который говорил, где именно что должно находиться. И таким образом у нас получилось сделать наиболее четкие изображения. Пускай и маленького разрешения, и это долго обучалось, но все равно было хорошо. А в Саугане, почему хорошо? Потому что мы прям берем и вычленяем именно эти вот высокоуровневые признаки формы лица, формы носа, формы рта и прочего. И просто кладем белый шум на них. Таким образом, вот возьму хороший. У нас есть уже вот эти формы, но белый шум просто обладает вот такие вот веснушки, красные пятна и прочие элементы. Например, одежда, которая не очень хорошо вывелась в пространстве признаков. И вот поэтому у нас хорошо получается здесь, потому что у нас есть заранее пространство признаков. И мы просто заполняем это пространство признаков. Таким образом, вот эти вот линии, они уже есть в пространстве признаков. То есть, посмотреть дивку, наверное, надо добавить у Гверна, как меняются вот эти вот изображения. Там можно видеть, что там основной меняется форма. А эта форма просто заполняется рандомным шумом. И таким образом, почему здесь хорошо, опять же повторяюсь, потому что у нас есть уже готовый шаблон. Шаблон, и мы просто его заполняем случайно белым шумом и делаем неповторимую аниме-девочку. Да, вот. И вот ответ, почему же. И теперь можно вопросы. Есть вопросы? Сам процесс понравился? Да, это же генерация аниме-девочек, как он мне понравился. Это было прекрасное времяпрепровождение сидеть и смотреть, как он создает что-то новое из ничего. Люди делают то, что им нравится. А есть ли какой-нибудь сайт, типа, this, аниме, dust? Да, есть this waifu, does not exist, как раз таки. Вот можно вот и такие скачать там. То есть, я скачал саму модель, пикал, для того, чтобы он прям снова генерировал. Но на сайте this waifu, does not exist, там именно уже готовые есть. И там их очень много, он рандомных достает в списках. Или это, по-моему, лучше, хуже? Ну, это же самое, та же самая модель, которая туда. Вот, тоже самое. Ну, вообще, я специально взял вот такие вот криповые, чтобы показать, что не очень хорошо получается. Но в целом хорошо. Процент вот таких тут гораздо больше, чем вот таких. Ведь большая редкость, это надо еще поискать. Но я поискал. Ну, что вот интересно, то есть, вот на этой правой, аниме-девочке, под волосами тень. Да. Вот удивительно, как он догадался, туда. Ну, вот тут тоже есть. Ну, как будто с нескольких сторон светились. Ну, да, он пытается рандомно сказать, вот тут, например. Очень странно тень сделана. Вот это хорошо. Ну, у нас... Ну, да, ну, у нас просто... Газки все из-за пространства признаков. Он просто учился белый шум очень хорошо добавлять. То есть, он белый шум вот около, например... Он видит, что вот есть и необычный цвет волос, например, и форма. Да, и с бровями вечная проблема просто. Вот тут вот, смотрите, здесь вообще брови как бы... Здесь бровей вообще нету, и глаз очень странно сделан. Направить бровь под глаз. А тут бровь... Да. Ну, да, ну, да. Да, ну, да. Смотрим, можно кричить. Да. А тут бровь вообще на волосах. И очень часто там брови на волосах бывают. Потому что они рисуют. Да, да. Это... Да, ну, так в аниме доделается. В целом, почему тени тут появились, это не потому, что модель понимает, что если есть... Модель просто училась... Волосы нужна тень внутри. Нет, она просто поняла, что в основном рядом идут эти два объекта. Да. Распределение в данных. Да. Она научится его повторять. Да. Ну, типа, вот она в пространстве признаков находит, например, волосы. И поэтому он пытается как бы белым шумом заполнить тень. То есть из белого шума превратить в тень. Да, вот так. Но все-таки в оригинале, хотите сказать, брови тоже полосы? Иногда да. Не для того, чтобы показать, что они прозрачны. Не то, что только волос. Считается, что они просвечиваются через волос. Вообще проблема с текстурами сейчас такая явная. Вышло недавно несколько статей подряд, в которых говорится, что все модели вот эти сверточные, они смотрят не на форму, а на текстуру. Это большая проблема для нас. Вот Артем Николаевич недавно на дата-завтраке эту тему поднимал. Он говорит, что он тоже слышал и спрашивал про и вниз. И если посмотреть на примеры генерации других, там именно так коты генерируются, то есть они пытаются форму аппроксимировать, ой, не форму аппроксимировать, а именно текстуру кота. С этим непонятно, что делать, потому что сама задача перевести из одного распределения в другое, она вот так поставлена, что мы просто берем форму и делаем похожую. Ой, не форму, а именно текстуру берем и делаем похожую. А про форму ничего нет. Ну, а значит, что в обоих изображения текстура занимает почти все пространство, поэтому она... И поэтому очень похоже получается. И с анимальевички так не прокатывают, потому что у нас полнохромные изображения нечуткой текстуры, да. А что, разве, не лишается задачи взять гластеровое изображение, построить по нему векторное, вот, а потом заставить генерировать векторное изображение. Ну, мне кажется, прям вот по-бэфу. Обязательно попробуем. Да. И не будет вот этой проблемы... Так, 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 так. Типа как в пикс-ту-пикс делается, вот-вот-вот тут, да? Ну, тут в пикс-ту-пикс. И там, и там это пиксели, а она переводит прям пиксели в пиксели. Ну, да. И тут скетч, это тоже пиксельная гранатка, я имею в виду, да. Если скетчем будет гекторная картинка, но кажется, это было в первых соревнованиях, где они выложили скетчи, и там была информация о том, как именно нарисована была линия. Ну, в общем, видимо, что-то есть. Мне, на самом деле, тут интереснее было бы другое. Я вижу эти проблемы, которые возникают при синтезе этих картинок текстурированных, там сверточные модели. Вот я уже сказал на предыдущем докладе, что если мы будем учить модель именно рисовать, ну да, тогда может получится интереснее. Ну, он может просто рисовать текстуры, и типа ничего не изменится. Но это спорно, да. Надо смотреть, экспериментировать, экспериментировать, да. Ну, вообще, да. Надо что-то с этим делать. Ну, мне кажется, самая постоянная задача такая. И если, типа, как бы, рисовать именно вот, вот как вы говорите, то, возможно... Тут просто задача совсем другая становится. Здесь не идет распределение в распределении. Здесь некоторые элементы, из них надо создать вот композицию. Например, вот есть видосик, где с помощью генетического алгоритма пытались монолизу нарисовать. То есть вот там тут такой проблемы нет, потому что там именно задача в том, чтобы сделать похожесть. А тут вот проблема именно в самой задаче, мне кажется. И поэтому я саму задачу менял, вот загонял в четкие рамки. Да. Вот, вот, все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ